Всем привет! Представляю вашему вниманию игровой контроллер Xbox One Игровой контроллер от предыдущего поколения С помощью небольшого хака я смог встроить данный контроллер гироскоп С помощью этого контроллера можно сейчас играть как по проводу, так и без провода И наклоном контроллера управлять прицелом У меня гироскопом по сравнению с обычным стиком удается прицеливаться примерно в 5-6 раз лучше Если сравнивать с специальным тестом В принципе данный хак подходит для контроллеров PlayStation С помощью данного хака вы уже сразу можете играть в любую игру Тут не нужна отдельная поддержка разработчика игр Так, давайте посмотрим как он работает Сейчас он у меня подключен по проводу Это у меня настройки Windows Вот, вы видите, что я управляю стиком И также я могу наклоном контроллера управлять стиком, который отвечает за прицел Также вот остальные кнопки работают У меня есть игра Давайте посмотрим как в ней это происходит Так, руки на весу, не совсем удобно Вот, вы видите, я играю Так, у меня руки так быстро устанут держать Вот То есть я могу прицеливаться И также могу прицеливаться стиком Так, повторюсь, руки на весу уже устали Желательно, когда вы играете гироскопом Руки положить на какую-то поверхность Так будет меньше мелких движений Которые вам, скажем так, будут создавать некий шум Вот, вы видите, я могу делать разворота В прыжке Итак, какая есть проблема у данного контроллера Проблема такая, что под каждую игру надо делать отдельную настройку Потому что производители игр делают уникальное управление стиком Соответственно, там не так много параметров, но под каждую игру они уникальны Ну, почти уникальны Я тут не сравнил, точно не могу сказать Но на тех играх, которых я пробовал, параметры отличались Итак, чтобы играть в разные игры, соответственно, нужна предварительная настройка Либо некая база с пресетами Где пользователи уже будут скачивать готовые профили для каждой игры В принципе, как это происходит для... Как это происходит в эмуляторах, допустим, AIM Exima или как он там называется Которые эмулируют геймпад И вы можете с помощью клавиатуры мышки играть на приставках Xbox One либо PlayStation Что касается моего основного проекта То есть игровой контроллер для людей с одной рукой Я не сдаюсь Также занимаюсь поиском инвестора Найти инвестиции под железный проект сложнее будет, чем под софтварный Но, повторюсь, но я не сдаюсь То есть я по-прежнему проект не бросаю и занимаюсь Это просто одно из ответвлений У меня было свободное время Я хотел проверить, смогу ли я это сделать И вот я сделал Коммерцией я, в принципе, пока по этому направлению не планирую заниматься Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать их в чате Прошу подписываться на канал, поддержать видео лайком Всем спасибо, хорошего дня, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok